Мы помним, мы гордимся. Низкий поклон фронтовикам, дружникам тыла за их героический подвиг. Эти слова звучали сегодня в сквере танкистов. Это счастье, что мы живем в этом городе. И вот именно в этот день такое произошло событие. Необыкновенное просто. Спасибо, спасибо всем, кто освободил наш город. Хотел бы всем пожелать одного. Мира, благополучия. С праздником Орловщина, с праздником город Орел. 5 августа – это вздох свободы, это очищение, это радость, это первый салют. Поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. 5 августа 1943 года по праву является знаковой датой в истории не только Орловщины, но и всей России. Освобождение Орла стало одним из ключевых событий грандиозной битвы на Орловской Курской дуге. Важным этапом на пути к великой победе в мае 1945 года. По традиции в сквере танкистов состоялась церемония подъема дубликата красного флага, водруженного над нашим Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 76 лет назад разведчики 380-й стрелковой дивизии и фрейтор Василий Иванович Образцов и рядовой Иван Дмитриевич Саньков выдрузили красное знамя на единственном уцелевшем крупном здании. Доме номер 11 по улице Московской. Ныне это площадь мира, дом 5. На митинге в сквере танкистов семья Ивана Санько передала его награду в Орловский кривический музей. Лет 43-го года это перелом во всей Великой Отечественной войне. И это одна из крупнейших операций в ходе Орловско-Курской битвы. И сегодня, когда эта реликвия передается на хранение в Орловскую область, мы берем на себя обязательства хранить. Сегодня в сквере танкистов вспоминали тех, кто не вернулся с полей сражений, кто не дожил до сегодняшнего дня, кто приближал победу в тылу и на передовой. Важно, чтобы поколения, выросшие на мирной земле, сохранили память о Великой Отечественной войне. Это большой праздник. День на сражение города Орловск. Спасибо. Традиционная часть митинга – церемония возложения цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Советского Союза, дважды герою Советского Союза, почетному гражданину города Орла Ивану Баграмяну. Я хочу, чтобы вы обратили еще раз внимание на Ивана Христофоровича Баграмяна, маршал, почетный гражданин нашего города Орла. Когда мы открывали здесь вечный огонь, он приезжал, вместе с ним обсуждали эту военную операцию. Самое удивительное, он мне задал вопрос, а знаешь, Геннадий, какой я первый вопрос задавал маршалам ротам, которые прибывали для пополнения выбитых частей. Части хватало на три боя. На три боя. Я задавал первый вопрос, сколько русских. Я был ошеломлен, он говорит, если было меньше 50% части, не было общего языка, общей воли и общей победы. Поэтому здесь Орловская земля, коренная русская земля, хранит память о всех героях. Но мы должны помнить, что патриотические начинания, заложены русским народом здесь, в древней крепости, в городе Орел, который основал Иван Грозный. Вот эти лучшие традиции русского воинства, советской Красной Армии и нынешних солдат и воин, надо соединять воедино. Вот это место как раз свидетельствует именно об общей воле и наших будущих победах. Наталья Пехтерева, Артемий Мельников, телеканал Первый областной.